Славянск Президентом Здесь, посредине промышленного района, проходила линия фронта Некоторые заводы еще долго не будут работать Частному предприятию «Керамэксклюзив» повезло Оно возобновило работу почти сразу после того, как в город вошла украинская армия До войны в цеху работали 60 человек, сейчас 35 Владелец Александр Семенец говорит о значительном уменьшении заказа, в том числе и из России Так теперь выглядит его ресторан и отель, куда он два года назад вложил почти 100 тысяч долларов Александр еще не решил, что будет делать с этими кирпичами Разбирать или отстраивать заново Он надеется, что президент Порошенко все-таки выполнит свое обещание о быстром мире в Донбассе Опасность того, что война опять придет в наш город, она существует И она очень сильно влияет на настроение людей, на их поведение На то, что люди боятся отстраиваться, боятся вкладывать деньги в нашем городе По разным данным, в ходе антитеррористической операции с 15 апреля по 5 июля прошлого года Тут погибло от 300 до 700 человек, военных и мирных жителей Несмотря на обещание президента, который за последний год тут был дважды, город до сих пор не восстановлен 60% населения пенсионеры, 40% молодежь, многие из них без работы Да я вообще за него не хочу говорить, не хочу и все Может, в столице как-то и получше, но у нас тут что-то, как было, так и есть Возможно, даже еще хуже, потому что цены взлетели, все в три дорога Прифронтовый Харьков в день президентских выборов год назад находился в 150 километрах от линии фронта Сейчас она отодвинулась от города еще на 60 километров А потому и оценки деятельности президента страны здесь куда более оптимистичные Всеволод Кожемяка – крупный харьковский предприниматель Его компания Агротрейд поставляет 3% от общего объема экспорта зерна Кожемяка, по версии журнала Forbes, входит в первую сотню самых состоятельных людей Украины По мнению бизнесмена, каких-либо существенных улучшений за время пребывания Порошенко у власти не произошло Но, уверяет Кожемяка, быстрых результатов он и не ожидал Я вижу, что пришли люди и есть люди в достаточном количестве у власти, чтобы осуществить эти изменения Они начались, они постепенно идут Опять же, вопрос в скорости этих изменений Главным тормозом на пути реформ является война в Донбассе, подчеркивает миллионер За год конфликта из Харьковской области в армию призвали более полутора тысяч человек 60 из них погибли Харьковчане, так же, как и жители Славянска, хотят, чтобы минские договоренности о прекращении огня сработали Не все верят в эффективность мирного плана Порошенко Он неправильно все делает Минские договоренности приводят к тому, что наши парни гибнут Я понимаю, тяжело, всем тяжело Но мы должны это преодолеть В прошлом году, за несколько дней до того, как Славянск захватили вооруженные сепаратисты Тут, в Харькове, на центральной площади, была совершена попытка реализовать донецкий и луганский сценарий Начиная с 2004 года, харьковчане всегда голосовали за представителей партии регионов Януковича События в Крыму и реальное лицо войны на востоке страны изменили настроение Сегодня харьковщане хотят, прежде всего, прекращения огня в Донбассе Они уверены, что тогда Харьковская область да и Украина в целом Станут гораздо более привлекательными для внешних и внутренних инвестиций Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok